В этом заповедном уголке всего полсотни жителей, в основном бывшие работники рыбколхоза, дружба и база отдыха. Это зимой, летом в сотни раз больше. Наплыв туристов обнажает ряд проблем. О них жители написали главе курорта. Дорога плохая. Также в летний сезон увеличение туристов, потока туристов, захламленность поселка, то есть мусора много. Вода, скважины нет, оформление земельных участков, прописка. Заместитель главы Светлана Яровая предлагает на месте обсудить наболевшие вопросы и постараться найти пути решения. Сейчас вывозят как раз в неделю, раз в две недели. Ну вот они здесь заключили договора на уборку. Люди собрали там определенное количество мешков, там сто мешков, позвонили, сообщили, приехали забрать. Жители поселка дружные, от проблем не отказываются и готовы решать многие из них всем миром. Например, вывоз мусора. Впервые за все годы в этом сезоне местные жители трудоустроены в ЖКХ «Абсолют». Работа видна по всему поселку. Мусор собран в мешки и подготовлен к вывозу. Мы можем закупить эти металлические контейнеры, изготовить в субсехе на них металлические крышки с замками, или хотя бы без замка, просто крышку, чтобы туда животные не попадали. Привезти эти контейнеры, расставить их вдоль поселка по проезду автомобиля. Есть у жителей предложения по скважине воды и ремонту дороги. Электроподстанцию местные готовы взять на баланс. По поручении Светланы Яровой, специалисты должны теперь проработать детали по земельным участкам прописки, даже если для этого нужны иски в суд. Одна из важнейших тем – медицинское обслуживание. У мамы у моей был инфаркт, я 4 часа ждала скорую. Жителям Малого Утреша ближе Абрау-Дюрсо. Как правильно оформиться пациентам в другую поликлинику, рассказала главный врач амбулатории номер 3 Варваровки. Вы имеете по закону право обслуживаться там, где вам удобно. Если понадобится, территории проработают этот вопрос на уровне глав двух городов. Обошли медики и дома жителей, изучив все обращения. По мнению специалистов, нерешаемых проблем в поселке нет. Нужно только целенаправленно ими заняться.